Всем привет! Сегодня я снимаю на улице, надеюсь, будет не очень шумно. На прошлой неделе я рассказывала о том, как написать мотивационное письмо для KGSP, а именно рассказывала о первой части, о Personal Statement. Сегодня же я расскажу о второй части, о Study Plan. Study Plan, в свою очередь, если вы посмотрите, для бакалавров, по крайней мере, делится на две части. В первой части вас просят рассказать о том, как вы собираетесь совершенствовать английский, корейский или любые другие релевантные для вас языки, до приезда в Корею и когда вы уже окажетесь в Корее. Во второй же части вас просят уже непосредственно рассказать о том, что вы собираетесь делать, когда вы попадете в корейский университет и после выпуска. На самом деле, пока я упорядочивала информацию, поняла, что и это видео придется поделить на две части, потому что на самом деле много есть, что рассказать о том, как писать Study Plan. Мой первый совет — посмотрите, что делают другие. На самом деле, много есть сайтов и форумов, на которых люди выкладывают свои мотивационные, письма и учебные планы и просят feedback. Я бы посоветовала вам посетить такие сайты, один из них, например, essayforum.com, я оставлю ссылку внизу, на котором я нашла достаточное количество писем и учебных планов. Мне кажется, это всегда полезно — посмотреть на то, что пишут другие, вдохновиться, но есть тут два момента. В принципе, эти письма не идеальные, поэтому если ваше мнение отличается, если вам кажется, что вы бы по-другому написали, что там не очень удачно, возможно, так и есть. И второй момент, наверное, о котором я хотела сказать — не пытайтесь копировать чужую работу. Это, честно говоря, не принесет никаких бенефиц вам. Тот человек рассказывает о себе, о своей жизни, вашу жизнь и ваш бэкграунд, ваши планы, наверное, очень отличаются от того, что написал кто-то в интернете, поэтому не пытайтесь копировать. Можно посмотреть, можно посмотреть на структуру, можно вдохновиться, можно посмотреть на какие-то слабые или сильные стороны. Если вы пойдете на один из таких сайтов и будете смотреть там на чужие работы, обратите внимание не только на сами эссе, посмотрите еще и на критику, да, на комментарии, потому что многие из них достаточно продуктивны, но даже когда вы смотрите на критику, воспринимайте это критически. Просто помните, что все, кто делятся советами в интернете, даже такие люди, как я, они не являются истинной последней инстанцией. Если вы чувствуете, что вы должны как-то писать по-клюбому, не так, как рекомендует кто-то онлайн, то пишите, потому что это ваша история, и кто, как не вы, знает, как лучше ее рассказать и как принести. Кстати, еще для тех, кто пишет свои мотивационные письма и учебные планы на корейском, я оставлю ссылки от университета Ханян, где они показывают как раз-таки примеры успешных мотивационных писем и учебных планов. А следующий совет. Начинайте работать уже сейчас. Вас не зря спрашивают о том, как вы собираетесь совершенствовать языки, находясь еще дома. Поэтому расскажите подробно, как вы готовитесь, каков ваш план, что вы собираетесь делать. Старайтесь избегать каких-то очень общих фраз, когда я буду усердно учить корейский язык. Нужно что-то более конкретное. Например, вы собираетесь заниматься с репетитором, или, может быть, вы нашли какой-то онлайн-курс. Чем подробнее, чем яснее вы распишите свой план, тем лучше. Если это релевантно, вы также можете указать ваш любимый способ изучения языка, или, например, связать изучение языков с вашими какими-то другими целями. Правда, все зависит от вас и вашей истории. Если вы считаете, что что-то важно, обязательно включайте это. Обязательно включайте это, и обязательно наполняйте свое письмо, свой учебный план подробностями, которые помогут комиссии понять, какой вы человек. Эти примеры подходят тем, например, кто только начинает учить язык. То есть, если, например, у вас нет еще знания корейского, то вы можете написать, что вы уже начинаете учить алфавит, уже какую-то базовую грамматику осваиваете и так далее. Но что же делать тем людям, у которых уже хорошее знание языка? Что им писать? Здесь я обратила внимание на одну ошибку, которую совершают достаточно многие люди, когда я просматривала как раз-таки чужие study plans. Например, я видела письмо, в котором человек пишет. Я учу английский с первого класса, поэтому я не считаю, что английский вообще мне о нем нужно думать. Друзья, учить язык и учиться на языке – это абсолютно разные вещи. Такие же разные, как, например, 3 раза в неделю разговаривать с вашим преподавателем и разговаривать на языке каждый день. Поэтому не стоит говорить, что тебе больше некуда расти. Расти всегда есть куда. Что же тогда делать и что писать в этой части study plan? Для нас важны, очень важны здесь две сферы, по крайней мере, как для KGSP кандидатов. Две сферы применения языка. Первая – это повседневное общение. Вторая сфера – это академическая сфера. И это касается как английского, так и корейского. Подумайте о том, что вы можете сказать в каждой сфере. Например, в том, что касается разговорной речи и повседневного общения, да, если мы говорим об английском, то напишите о том, как вы улучшите свою разговорную речь, общаясь со своими одноклассниками из языкового института, когда вы уже окажетесь в Корее. Либо, например, вы можете ходить на какие-то language exchange встречи. В том же, что касается корейского, большинство людей пишут, что когда они приедут в Корею, они найдут себе друзей корейских и будут с ними практиковать язык. И это, на самом деле, вполне логично, потому что, ну, вы едете в страну, где все говорят на этом языке. Ну, вы же представляете, что 9 человек из 10 напишут о том, что они найдут себе друзей. Поэтому распишите более детально, как вы их найдете. Может быть, вы, например, пойдете в своем университете, найдете кафедру русского языка и найдете там корейцев, которые учат русский язык и будете устраивать с ними языковой обмен. Может быть, вы запишетесь в какой-то кружок по интересам и там найдете себе друзей, которые не только говорят по-корейски, но еще и разделяют какие-то интересы с вами. В том, что касается академического, хоть английского, хоть корейского, здесь можно сказать, что вы собираетесь, например, читать научные статьи, совершенствовать академическое письмо, смотреть онлайн-лекции. Если, например, у вас уже хороший уровень корейского, один из направлений, где можно совершенствоваться, это, например, заняться китайскими символами, да, в корейском ханча. Такие вещи, они вроде бы достаточно простые, но в то же время они показывают, что вы понимаете, что вам еще есть куда расти и вы готовы над этим работать. И последнее, о чем я хотела упомянуть, это очень очевидный совет, но лейте меньше воды. При написании плана будьте как можно более конкретны. И прежде чем, чтобы написать, задайте себе вопрос. Говорит ли это что-то, информация что-то обо мне, как о кандидате, да? Рисует ли это как бы мой портрет? Или это просто какая-то такая абсолютно шаблонная информация, которую каждый, там, третий кандидат напишет. Кроме того, когда вы пишете план, четко обозначите временные рамки. Как вы собираетесь учиться, что вы собираетесь учить, да? То есть я сейчас говорю про индики только, я расскажу еще позже про ваш уже непосредственно старый план для университета. Но, например, если вы планируете получить топик раньше, да, или у вас есть какой-то срок, там, у вас есть какой-то таймлайн, когда вы, например, хотите получить топик 3, когда 4, когда взятки, можно быть, хотите получить. Расскажите об этом все. Ведь не зря эта часть анкеты называется Study Plan, да? Она называется планом, потому что от вас хотят видеть, что для вас учеба в Корее – это не просто мечта, а это хорошо продуманный шаг, к которому вы целенаправленно идете, и вы понимаете, в принципе, что вы делаете. Друзья, на этом у меня все. Как я уже сказала, следующая часть будет посвящена тому, как писать уже непосредственно Study Plan для обучения в университете. Будет, я думаю, это видео в субботу, и тогда и увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok